всем доброе утро пошлите готовить завтрак пойдемте пойдемте готовить завтрак да и сушу я вещи в доме из-за пыльцы на завтрак я хочу приготовить пшено вчера купила новую пачку это китайское пшено это пакет чтоб она не отсыревала и что первую пачку я купила она была какое-то отличалась от русского тем что она давала такую тягучую текстуру мочи мочи и я выбрала и на взгляд и какой-то другой бренд другую короче пачку другую упаковку и и надеюсь что это будет рассыпчатая более хотя мочи мочи тянущаяся была тоже вкусная вот сейчас будем готовить отмеряем 3 столовых ложки сначала пробою потом залью кипятком пару раз чтобы снять горечь кофе подоспела каша еще варится на дно тарелки я потерла пармезан сливочное масло добавила все уже приготовилась пшено пересыпаем сюда переваливаем вернее потому что мы были тоже мочи мочи и сверху я добавляю пудру это трюфельная пудра и получается каша со вкусом пармезана и трюфеля такой ризотто все я вышла смотрите как уже набухла наша сакура скоро уже она расцветет буквально вот на этой неделе и куда же я иду я еду на класс класс кулинарный готовить какой-то спонж спонж кекс я не знаю спонж это губка губка кекс не знаю что это такое очень не хотела и сейчас не хочу мне сегодня такое настроение вообще бы сидела дома целый день посмотрела бы сумой все но почему же я иду да я была на последнем классе меня учителя прям уговаривали прийти вот на этот он по моему идет вне расписания как бы моего в общем хитро они так все это обставили фиг откажешься вообще в нашей школе сейчас по моему какой-то кризис ну не по моему какой-то кризиса наверняка кризис конечно же из-за пандемии и всего такого и они прям я вот вернулась долго не ходила и смотрела меню что есть на апрель что предлагается какие блюда я выбираю понравившиеся и записываясь на свободные дни часы мне понравилось на самом деле только одно они мне уговорили на 2 хотели на все три обычно на 3 дается там меню на три блюда в месяц у меня мало интересует например итальянская в их исполнении кухня да мне больше традиционные японские какие-то блюда привлекают и она настолько настойчивая все это дело что я поняла насколько у них не заполненность на классах и когда я ходила вот на последние два класса бы нас было всего по два человека хотя на классе обычно бывает 5 человек то есть люди не ходят даже купив какую-то программу из нескольких уроков например как у меня было там 24 урока они их не выхаживают во время то есть мне дается два года на то чтобы я посетила эти 24 урока удобное для себя время в желаемое выбираю я меню школа большая у них очень много филиалов но тем не менее люди видите из-за пандемии не хотят ходить и она значит не чтобы я быстрее прошла все свои оставшиеся уроки и уже меня значит подталкивать на то чтобы я оплатила следующие уже какие-то курсы следующие уроки еще взяла потому что у них график грядет повышение цен кроме того различные баллы накопленные мною раньше я могла на эти баллы приобретать какие-то товары которые они продают например силиконовую лопатку миксер ножницы которыми мы пользуемся в студии и если они мне понравились эти инструменты я могла бы их привить приобрести на эти поинты теперь они эту функцию упразднили и я могу использовать свои поинты при покупке следующих уроков видите как они все хитренько это сделан и смотрите какой дизайн здания старомодный такой был популярен в 70-х годах в японии сейчас это смотрится конечно уже мрачновато вот я и подошла к своей студии зданию вернее где находится студия при входе все также у нас измеряется температура сегодня она не измеряется потому что нерабочий день вот и моя студия заходим маску к сожалению снимать нельзя вот и закончился класс и и что я хочу сказать как и ожидалось в общем то то весь этот класс был нужен для чего мне пригласили не для того чтобы я научилась печь элементарный бисквит который выпекается за 20 минут а для того чтобы рассказать не о предложениях о планах чтобы склонить меня к покупке очередных классов видно у них совсем все плохо они прям наседают очень сильно в принципе у них у этой школы такая политика достаточно я бы сказала ну не агрессивная но напористые они товарищи однако я не сдалась мне уже не в первый раз все это дело предлагает я уже сказала что свое слово что мне нужно они вроде как бы понимают но вроде бы как бы вдруг я что-то переменила за эти недели свое мнение и постоянно мне вот хотят продать так скажем райсенс райсенс это не права как по-русски сказать но лицензию то есть сдаться сдать типа экзамен он возможен после прохождения 24 уроков которые вот у меня как раз таки будут 24 если я все закончу и после этого я сдаю экзамен и за 1200 долларов я получу у них сертификат о том что я вот закончила курс и они считают меня профпригодной для чего для для я не знаю для чего потому что это не считается школой которая с которой я могу пойти устроиться на работу как профессиональный повар абсолютно нет это курсы для домохозяек за хрена мне их вот этот вот сертификат за такие бешеные деньги я не понимаю единственный ништяк это в дальнейшем ты получаешь какую-то скидку на приобретение новых классов все больше она ни для чего мне не нужна это бумажка за 1200 долларов ваще так ладно сейчас я пойду встречаться с наночкой пойду в кафе свое любимое а вы пойдете со мной здесь улица на ланч и выставляю небольшие такие столики со стульчиками и работники вот которые работают в этих зданиях офисных могут купить либо принять сделанный дома свой ланч в коробочке пообедать кофе попить или как я или как эта женщина присесть посидеть улица становится пешеходный на этот период видите там впереди выставили заграждение так что безопасно здесь гулять и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому решила взять чай, а не жестить с кофе Еще плохо заварился И вот с таким видом, как всегда из этого кафе Наконец-то я дома приехала. Время уже 3 часа, начало 4-го И давайте я вам покажу, во что превратился мой спонж кейки И что я еще купила, пока гуляла У меня села батарея в камере, не было запасной. Ну, нормального, кстати, выжил. Нормальненько так. Купила я два чая, один с Юзу, это Токио, токийский лимитированный, короче, чай. И зеленый чай, улон с белым персиком. Такие два вкусные, именно, чтобы ароматный чай были. А то у меня черный есть и зеленый есть, но они без ароматов особо. И это какой-то кусочек, я забыла, как это правильно называется. В общем, нано расхвалила, я взяла и решила на пробу взять, что это такое вообще. И еще купила свои два любимых йогурта. Ну, в смысле, свой любимый йогурт, две штуки. Вот так. Все, пойду отдыхать, устала. О, мой любимый изюмка. Он из Гавайев, по-моему, был. Вот такой вот он. А я отдохнула час. Заварила себе чай, улон, зеленый улон с белым персиком. Очень ароматный, вкусный чай. Дальше открыла себе эту вкусняшку, попробую. Здесь у меня замороженная малина с медом. И сверху я еще добавлю клавиу клубины, который похож на сметану жидкую. Ну, давайте посмотрим, Ао Яма выиграет сегодня или проиграет. Но противник у него сегодня такой, который еще без проигрышев идет, очень сильный. Такаясу. На кабанчика похожий. Ну, болгарин, заходи. Ао Яма борись. Ну что ж ты, давай наступай на него. Ну, ты же можешь сделай ему один проигрыш. Первый в этой, в этом сезоне. Ну, уже борется, знаете ли. О, подножка не прошла. Ай, Яма, ну что ты. О, Скай-3 у нас какая красивая. На таком небе. Мраморном. А я собралась и иду в магазин купить начинку для этого несчастного кекса. Что это? Что я спекла сегодня? Это этот бисквит. Сейчас я его располовеню. Замажу чем-нибудь. И на ночь оставлю в холодильнике. Он как раз пропитается за ночь. Что бы взять? Крубнику? Что взять? Помидоры? Чем начинить? Чем начинить? Фрукты какие-нибудь. Папайя, неплохо. Сливки. А в баллоне что, нету сливок? Алло. Алло. Почему нет баллончика? Сливки взяла бы, сливками все залила. Только такие, которые взбивать, что ли? А, они здесь всегда. Но их мало. Их две штуки надо брать. Дома есть замороженная малина. Перетереть ее с сахаром. Или же взять фасолевую пасту. Кстати, можно. Давайте посмотрим, есть ли готовая. Так, здесь всякие джемы. Джемы, джемы. Где фасоль? Где? Где фасоль? Так, сейчас я соображу. Вот, она популярна. Смотрите, как разбирают. Вот она. Паста Анко. Анко-бата есть еще. Это с маслом оно смешанное. И чигу Анко-бата. Даже такое есть. Я делала только такую пасту. Я в первый раз, кстати, покупаю готовую. Ну, вкусненько. Давайте разберемся уже с этим кексом. Примерно напополам. Кривенько получилось. Ну, ладно. Он снизу немножечко отсыревший. Может, это верхушку делать? Так, так. Дальше. Чуть-чуть пропитаем сливками. Размажем. Сверху эту пасту фасоливаю. Сверху опять сливки. Ой. Эй. Почти хватило одной пачки. Все, пойдет. Вот такой вот получился бисквитик. Как вам? Прелесть? И я уже поужинала. И даже покусала торт. Торт. Ну, бисквит вот этот, который я делала. Не весь. Я одну треть только. Он небольшой же. Одну треть. Даже, может быть, одну четверть. Вот. Так что остальная часть доживет до утра, я так полагаю. Я надеюсь, что я больше не буду. Время уже начало девятого. Остался мне только зеленый чай на ночь. И, наверное, я пораньше лягу спать. Устала. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Я всегда очень им рада. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok